И всем привет, ребят, с вами Мистер Вань, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен всем новостям, которые, наверное, произошли в последнее время, в связи с тем, что у нас были турниры, были финальные части, плей-оффы, и всё время я посвящал исключительно на какие-то подготовки, раздумья, стримы, игры и прочее, что было связано непосредственно с турнирами. Ну а сегодня, наконец-таки, уже, когда всё закончилось, когда у меня уже появилось полноценное свободное время, мы записываем новый видеоролик, в котором поговорим обо всём том, что у нас накопилось, потестим хоппер, который у нас уже занерфленный, ну и, ко всему прочему, ну, может, немножечко затронем тему дисконт-викенда, который у нас был на выходных, к которому я, наверное, вообще практически не уделял никакому внимания, не фармил особо там кристаллы, у меня не было на это время. Повторюсь, всё было связано с тем, что акцент был непосредственно на турнир, который уже, к слову, закончился, и все, кто смотрели, те знают, кто какое место занял, кто чего сумел добиться по ходу данного турнира. Ну и в конце, я думаю, что откроем ультра-контейнеры, которые у меня также за этот дисконт-викенд имеются. Всё-таки были миссии, я их тоже выполнил. Поэтому давайте потестим хоппер, потестим хоппер, посмотрим, что у нас вообще с ним сейчас произошло. Как вы знаете, изменения у нас, данные корпуса произошли в связи с тем, что он чувствует себя более чем комфортно практически в любом режиме в матчмейкинге. Ну и было принято решение. То, что теперь, если вы прожимаете овердрайв, вне зависимости от того, где вы находитесь, и умираете при поражатию овердрайва, он у вас становится сразу ноль. Если раньше можно было этим байтить, можно было разводить противника, например, на ноль хп прожимать овердрайв, прыгать, стопить всех, умирать в этот же тайминг, но при этом у вас бы процент овердрайва там бы, ну, на 5, может, на 10 процентов бы просто меньше становился. Ну а так вы, в принципе, находились бы на том же самом уровне, и с респа уже бы продолжали бы также доминировать над противником с имеющимся овердрайвом. То теперь ваш овердрайв при таком же прожатии, при любом, да, то есть, как бы там у вас что ни сложилось, вы нажали овердрайв, у вас вас слили там, да, или где-то ваш танк там остался по центру верха, и прилетела какая-то рельса смачная при прожатии овердрайва вашего, сразу ваш овердрайв становится на нуле. И это безусловный нерв, который, скорее всего, уже уменьшил количество хопперов в матчмейкинге, да и я в том числе скажу, что такие обновления могут не так жестко, конечно, но повлиять и на мою игру на данном корпусе. Все-таки я для себя понимаю, что довольно часто бывают такие ситуации, что ты прожимаешь овердрайв, прыгаешь, остаешься без него, да, но как бы его не реализовав грамотно, и при этом ты как бы будешь опять 2 минуты кататься без него, и это, ну, печалечка полнейшая, да. Поэтому я, возможно, тоже уже буду что-то думать, что-то искать, и надеюсь, что на самом хоппере уже тоже не так часто вы меня увидите. Ну, может, конечно, кто-то хочет больше этого, кто-то меньше. Вот, видите, сейчас, например, хоппер прожал овердрайв, выпрыгнул, у него как бы, ну, ничего там не получилось, но процент овердрайва его стал 0, 0. Если раньше была бы сотка оставшейся, то сейчас он уже с нулем, и это отличный шанс. Лично для меня, прямо сейчас... Извиняюсь, доставить. Есть контакт. 1-0. Поэтому, друзья, здесь уже судить исключительно вам, хотите ли вы катать на этом хоппере, хотите ли вы... нагибать на этом корпусе. Все те ребята, которые на данный период времени имеют его, я думаю, что могут его использовать, может, чуть менее активно, чем раньше. Но, а вот что касаемо тех ребят, которые до сих пор не имеют этот корпус на своем аккаунте, на вашем месте я бы очень-очень сильно задумался, и, скорее всего, бы не купил бы прямо сейчас его. Хоть и он, по сути, изменился только в одном лишь овердрайве, но я для себя могу точно понять и сказать вам, то, что если происходит такого плана изменения, то и сейчас будут смотреть за тем, насколько часто игроки используют этот корпус. Если та тенденция останется на прежнем уровне, то буквально, наверное, через пару недель, я думаю, что разработчики будут думать, как занерпить еще этот корпус. Все-таки процент игроков, которые играют на нем в матчмейкинге, чересчур на высоком, можно так сказать, уровне. И очень много игроков в регби, в захвате флага, да и вообще практически в каждом режиме используют непосредственно хопперы. Но мы пока ведем 2-1, и этот счет меня не может не устраивать. Я для себя отлично понимаю, что те два овердрайва, которые я лично поражал, это то тайминговое, что мне нужно было делать. Единственное изменение, которое я вот, ну, как уже сказал, да, то есть то, что ты прыгаешь, теперь не можешь, как раньше, на постоянной основе. Теперь нужно грамотно и качественно думать над тем, когда и в какой тайминг поражать тебе овердрайв. И по сути, ну, ничего не изменилось, да. Ты так же можешь жестко разваливать, ты можешь так же жестко и эффективно использовать данный корпус. Это все еще тот левитирующий корпус, который, ну, может уничтожить любого противника. Определенно, да, ничего такого серьезного с этим нету, только теперь надо более-более внимательно прожимать свой овердрайв. Но я уже, как и сказал, если разработчики идут на эти нерфы, то это не последний нерф опера, и они реально... Возможно, в скором будущем найдут тот самый ключик к этому корпусу, как можно будет его сделать так же убого, как это было у нас, например, с тем же самым харьком. Его тоже нерфили сначала один раз, потом два раза. Ну и потом, если не ошибаюсь, был это именно самый третий нерф. И на третьем нерфе уже данный корпус убили полностью. И, как вы видите, сейчас в матчмейкинге его используют крайне-крайне редко. Поэтому я думаю, что та же история ждет и данный корпус. Но пока что, если вы его имеете, то можете так же эффективно, грамотно его использовать. Я не думаю, что что-то в этом плане у вас должно поменяться. Но для меня лично просто это звоночек для поиска новой имбы, нового вооружения, на котором я в дальнейшем, после уже тотального нерфа хопера, смогу играть и смогу себя комфортно чувствовать в эмбре. Есть, конечно, одно вооружение, которое никто еще до сих пор не трогал. Я думаю, что в ближайшее время, конечно же, мы к нему вернемся. И будем чаще использовать его в матчмейкинге, будем чаще показывать его вам. И, скорее всего, игроков на этом вооружении тоже будет становиться все больше и больше. Но мне надо доставить... Есть! Хорошо! 3-1 за 37 секунд до конца. Все те же самые хорошие очки. Почти 500. Победочка, да. Ну и посмотрим, что мы здесь получим по кристаллам. Сейчас у нас нету повышенных фондов, но я, наверное, для себя понимаю, что... Здесь можно где-то около двоечки смело получить. Может, даже чуть больше. Мама с овердрайвом не хочет выезжать. И это очень даже хорошо. Объезжаем. Доставляем на 6 секунд до конца. Можем даже прыгнуть, потому что уже катка закончилась. Но теперь вот, если бы катка не заканчивалась, такого делать нельзя. Ну и в сумме 2000-4 тысячи на ивенте. Неплохой, неплохой боёчек. 570 очков, при том, что у тиммейтов тоже были неплохие цифры. Неплохие фармы на хоппере продолжаются. И я думаю, что вы мой посыл в этом плане услышали. Возможно, кто-то прислушается к этому, возможно, кто-то нет. Но, друзья, потом сильно не расстраивайтесь, если, например, в ближайшее время купите хоппер. Думали всё время, что типа хочу-хочу-хочу-хочу, но как-то дело не доходило. А потом хоппер сейчас прям возьмёте-купите. Потом пожалеете, уверен, 100%. Но дело ваше. Нерв будет сильный, нерв этого корпуса. Потому что пока что это всё ещё терпимо. Всё ещё терпимо. Да, это нерв, но он не такой жёсткий, как разработчики, наверное, хотели бы видеть его. Всё-таки нужно понимать, что это всё связано с экономикой. И если большинство игроков новых сразу себе накупило хопперов и сейчас играют исключительно на нём, то есть в гараже они имеют один корпус, фуловый прокачанный, это хоппер. То и процент таких игроков большой. То разработчики, конечно же, хотят поменять эту тенденцию, дабы игроки были вынуждены в покупке нового корпуса. Поэтому хоппер, рано или поздно, я думаю, что уже довольно-таки скоро, просто ещё жёстче занерфит. Может даже жёстче, чем хорька. И положим на ту же полочку, что я хорёк, данный замечательный корпус. Так, ну, всё, что я хотел, я сказал. Теперь мы переходим к открытию ультраконтейнеров. Открытию ультраконтейнеров я захожу сюда. Вот, как вы видите, все миссии выполнены. Забираю. У меня, кстати, тут тоже челлендж пройдётся. Кристаллов уже, как вы видите, 11 миллионов 700 тысяч. Ну и давайте посмотрим, дропнет ли мне что-то с этих семи ультраконтов. Ну и напишите, конечно же, в комментариях, что вам падает с ультраконтейнеров. Мне реально этот момент очень часто интересен. Но я поехал. Да ну нафиг. Кризис. Блин. Офигеть. Я в шоке. Я просто в шоке, друзья. С первого ультраконта? С первого. С первого вы ровните? С первого ультраконтейнера. Я просто в шортах. Блин, такого я не ожидал увидеть, честно. Блин, это жёстко. Это жёстко. Это жёстко. Это жёстко. Ну. Вы сами знаете, что я хотел здесь увидеть. Вы сами знаете, что я здесь хотел увидеть. Но, к сожалению, вижу не то, что хотел. Гаусс. Гаусс XT. Красиво, конечно. Красиво, но... Кризис. Но это, возможно, мне окуп за те ультраконтейнеры, которые я уже три или четыре раза подряд по семь штук открывал, а мне было одно белое падало. Что-то так тут нечистое. Может, что-то подфиксили. Но это очень жёстко. Это очень жёстко. Я не ожидал увидеть такое, честно вам скажу. Три дня приема. Прикольно. Ну, вот так как-то. Как-то так. Как-то так. Давайте возьмём его. Гаусс этот. Гаусс. Выглядит, конечно, он красиво. Мне нравится, честно. Выглядит по красоте. А ещё, если его взять с новой красочкой. Вот так вот. Оп. Или взять его с ветеранчиком. Вот так вот. Нормальный ветеран, конечно, переодевается. Оп. Мне кажется, красиво. Мне кажется, очень даже красиво. Выглядит. Как-то так, друзья. Как-то так. Я в шоке. Я в шоке. В лёгком-лёгком шоке. От того, что я прямо сейчас увидел. Но. Пишите, кому что падает. Я бы, конечно, увидев бы кризис. Был бы безумно рад. Но. Значит, время ещё не пришло. Получать никакие кризисы. Значит, всё, что я могу для себя увидеть. Это Gauss XT. Новый Gauss XT. Который, к слову, с контейнеров. Контейнеров. XT-шных скин-кантов не падает. Да, у меня вот имеется здесь 16 их. Но с них Gauss данный XT не выпадает. Выглядит сочно. Очень сочно. Мне понравилось. Я думаю, что за это стоит поставить лайк на данный видеоролик. Если вы вдруг зашли на видос и до сих пор не подписаны. Видите, что здесь вот на пушке это глаза птицы. Клюв и глаза птицы. Выглядит очень сочно. Подписывайтесь на канал, друзья. Ставьте лайки. Я надеюсь, что совсем скоро что-нибудь интересное с этим Gauss'ом мы запишем. Просто не просто так, где упал на ма. Не просто так. Вот это красное свечение. Сегодня вот так вот аппетитно, сочно впервые на ультраконтах влетело. Мне кажется, что до этого у меня с ультраконтейнеров красного свечения никогда не было. Может быть, кто-то, если шарит, может по этому поводу что-либо написать. Ну и пишите, что падает вам, друзья. Что вам падает с ультраконтейнеров. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok